Каждому опытному туристу известно, что отличный отдых начинается с хорошего настроения и с правильно собранного багажа. Чтобы путешествие прошло без негативных воспоминаний, необходимо позаботиться не только об экскурсионном маршруте. Самые практичные туристы уделяют особое внимание аптечке. К примеру, Даниил Давыдов ходит в походы ежегодно на протяжении 20 лет. За это время он успел обойти немало живописных мест – леса, острова, горы. К подбору медикаментов в походную аптечку Даниил всегда относится очень серьезно. Говорит, никогда не знаешь, что может пригодиться в следующий момент. Аптечка у нас одна на двоих, на троих расчет всегда идет. То есть, чтобы не было там 120 человек, один пакетик берем с собой. Во время Советского Союза у нас был список такой. По нему идет основа, плюс дополнительные какие-то более современные препараты. Особое внимание, отмечает турист, стоит обратить на следующие препараты. Антигистаминные на случай разнообразных отеков, лекарства от отравления, заживляющие мази и, конечно же, знакомые всем с детства йод и бинт. Правда, по словам специалистов, аптечка вряд ли спасет, если туристы не будут соблюдать элементарные правила безопасности. Самый главный залог безопасности туриста – это его осознанное безопасное поведение. Наверное, все-таки самое главное сейчас – это безопасность на воде. Это первое, потому что здесь действительно есть риск для жизни. Вот из того, что мы знаем, все-таки подавляющее большинство и травм, и практически все утопления взрослых, они связаны с потреблением алкоголя. Поэтому, конечно, туризм и алкоголь, они совершенно несовместимы. Даже в самую жаркую погоду специалисты не рекомендуют купаться в холодной воде. Контрастные температуры могут вызывать стрессовую перегрузку организма, вслед за которой может наступить неприятная летняя простуда. Людям, которые любят пешие походы, необходимо следить за водным балансом. Запасы воды нужно восполнять даже в том случае, если чувство жажды не преследует вас. Взрослый человек в летний период должен употреблять в день не менее 2,5 литров жидкости и не выходить под палящее солнце без головного убора. Даже такие простые рекомендации помогут сохранить настроение, здоровье и бодрость духа. Александра Гусева, Сергей Баскин. События.